А-а-а! Господь! Без журнала! Без журнала! Без журнала! Мы победили. Победа пришла не в этот же день. Победа пришла через несколько месяцев после Пуча в Москве в августе 1991 года. Конечная победа была в 1993 году, когда Советский Союз вышел со своей Красной Армии из Литвы. Но все-таки фундамент этой победы был с 13 января. Для нас, кстати, это была одна из битв, которой у нас не было во время Второй мировой войны, когда аннексия Литвы была без выстрела в 1940 году. Так вот, 13 января мы, и даже, к сожалению, с кровью молодых людей, мы как раз выиграли вот эту битву Риббентра-Помолотова, я бы сказала. Но вот 2019 год, да, был очень важным, потому что этот суд состоялся. И вот как раз 13 января является в этом году интересным и Европейском парламенте, потому что мы приняли и другую резолюцию по нашей инициативе в декабре месяце, где было сказано, что Европейский Союз солидарен с литовскими прокурорами и судьями, потому что Российская Федерация заявила, сказала, что они будут, как бы сказать, преследовать этих людей, которые как раз работали в этом суде, в прокуратуре. И вот мы нашли очень много солидарности, и эта резолюция была принята в парламенте. Государство, Европейское Союз, они информированы, чтобы они не работали с Российской Федерацией насчет этого дела 13 января. Борьба всегда борьба, сейчас линия фронта всегда идет во время выборов, демократическим путем. Это очень важно. Конечно, линия фронта, зная, что и Кремль, и разные там группы коррупционные и другие, они не обязательно, чтобы только Кремль, они хотят по-другому строить литовское государство. И вот всегда эта битва ведется. Она, к счастью, не кровавая, без танков, без ничего. Но вот мы строим свое государство. Мы еще не закончили. Я не знаю, есть ли какое-нибудь государство, которое может сказать, вот мы уже построили все. И Америка строится, и даже те государства, такие как Норвегия, у которых очень много газа и нефти, и демократия хорошо действует. Все-таки у них тоже очень много таких людей, которым хочется как-то по-другому. Так что всегда какая-то борьба идет в демократиях. Наверное, борьбы нет только у Лукашенко в парламенте и у Путина, когда борьба там только такая, ну, не настоящая. А у нас настоящая идет. Ведется такая борьба за идеями, борьба за будущее. И я рада этому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok